Привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня мы познакомимся с художником Пурбус Франц младший, южно-ниверландский фламандский художник, сын Франца Пурбуса старшего. Франц младшего учился у него в живописи. В 1591 году был принят в гильдию Святого Луки в Антверпене. В 1594, через три года в Брусселе, стал придворным художником испанских наместников Фландрии. В 1600 году переехал в Монтую по приглашению Винченцо Гонзага I. До 1609 года одновременно с Рубенсом работал в качестве главного портретиста герцогского двора. Я зачитываю википедию, данные которые нашел в интернете. Выполнял заказы высоких персон, в частности императора Рудольфа II. Путешествовал через Бруссель в Италии, посетил Турим, Неаполь, Инсбрук, Рим, Париж. В Италии поступил к придворной живописце герцога Монтуанского. Добрался до Парижа, где до самой смерти работал при дворе Генриха Наваррского. Уступая своему отцу в теплоте, колорита и сочности кисти, он тем не менее высказал себя весьма искусным мастером, а также мастером в портретном жанре. Кстати, в Эрмитаже три вырезки с портретами из одной большой исторической картины. Они когда-то украшали парижскую ратушу, уничтоженную во время французской революции. Статичность изображенных в рост фигур, заданность ритуально торжественных пост, роскошь богато орнаментированных костюмов, сочетается в его работах с точной передачей внешности моделей, а суховатая графичность в изображении антуража с более мягкой живописной трактовкой лифт. В Париже, наряду с созданием парадных портретов членов королевской семьи и их приближенных, Паургус оформил малую галерею Лувра изображением на сюжеты из Ветхого Завета и метаморфоз Авидия. К сожалению, они погибли во время пожара 1661 года. Его работу можно найти в Королевской коллекции, Национальном музее в Варшаве, Лувре, Прадо, Государственном музее, Королевском художественном колледже, Митрополитенмузее и других музеев. Создал портреты, которые нравились покровителям, но редко создавал драматические ситуации или даже пейзажные фоны своих работ. Известен своим изображением костюмов, украшений и драпировок, как на его портрете Генриха IV. Умер в Париже 19 февраля 1621 года или 22-го. Точная дата смерти неизвестна. Ну вот немножко, что мне удалось найти у художники Франси Паурбюсы. Другой транскрипции Пурбус, Паурбус. Так Франс Паурбюс младший. Пока-пока, до свидания, смотрим картины. Продолжение следует...